О, блин, блин, коллеги! Никто не видел, где бумага. О, блин, ладно, возьму это. Ой, хорошо так. Коллеги, а никто не видел? Тут на столе лежал дизайн фон 2, мне уже в производство нужно отдавать, не могу найти. Эм, нет, не видел. Блин, надо что-то делать, думай, думай, думай! Держи, Карл, я нашел его, ну, на полу, под столом. Спасибо, Джефф. Господи, какое... Убожество, шедевр. Какой же ты идиот в фантазии Хмурчика. Сам в шоке. А прикинь, все так и было. Народ, всем теплый привет и горячо здравствуйте, это Nothing Phone 2. Смартфон, выход которого я не то что не верил, я даже боялся допустить вероятность его существования. Но мое принятие шло, как и любая болезнь, поэтапно. Где-то 30 ноября 23 года появились первые слухи о его возможном выходе. Затем уже 17 февраля 24 появились первые рендеры с настоящим дизайном, где я смотрел и надеялся, если уж два и быть, то только не такие. А буквально через неделю Nothing официально запустили рекламную кампанию, где оказалось, что этот дизайн правда. И мир увидит его именно таким. Удивительно, как хоть и молодая, относительно молодая компания, хоть и с выходцем из OnePlus умудрилась наделать шуму в среднем бюджете. Вам может не нравиться, как он выглядит, как он собран, из чего сделан и что внутри. Но вы о нем знаете, вы его видели, вы о нем слышали, вы точно к нему неравнодушны. Но сможет ли он удивить не историей, а делом? Сможет ли стать достойным представителем своего бюджета? Вот это не менее важные вопросы, ответы на которые, мне казалось, я получил, еще даже не успев пройти начальный экран активации. Я даже подумать не мог, что фон 2 будет, ну, колотить мне мозг даже еще перед стартом. Я еще даже на рабочий стол не увидел, уже проблема. Все, мы включили, подключились к Wi-Fi, начали устанавливать резервную копию, раз, пропал Wi-Fi. Просто его больше нет, он его больше не видит. Здравствуйте, рад знакомству. Какой бы дешевый ноунейм бренд у меня не был, ни разу за всю историю у меня не отваливался Wi-Fi на этапе первоначальной настройки. Его просто не стало в момент ввода пароля от Google аккаунта. Все. Перезагрузка, конечно, помогла, но, ну, осадочек-то остался. Ладно, закроем глаза и спишем на то, что Nothing Phone 2 это вот такая, знаете, не совсем остывшая булочка только-только из печи. А знаю Nothing, им не то, что три недели. Им три месяца для того, чтобы выйти из этого болота сырости мало. Что Phone 1, что Phone 2, все на скотче и за ленте держалось, я ж плюнул. Но все же надежда-то была. Правда, она начала заканчиваться уже буквально по прошествию самого первого дня. Ну, а что я вам скажу о прошествии первого дня? Ну, лежит хорошо, правда хорошо. Ну, тормозит, вот просто тормозит. Значит, смотрите, 2А я начал пользоваться 18 марта. Запомните эту дату, чуть позже вы поймете почему. И это использование вызывало только одно желание – добить. Ну, как бы не мучился. Таких долгих открытий приложений, таких фризов в момент перелистывания и сворачивания, таких отвалов в сети, такой задержки действий, таких стыдных точечных пропаж интерфейсов. Я не помню, но, наверное, с первых попыток локотеля ZTE захватить рынок в 15-16 году. Я себя ощущал, знаешь, вот как в этом меме. Я охерел просто. Да, у Phone 1 на начальном этапе тоже было плохо, я помню, но не настолько. Phone 2, да многие вам будут говорить о том, как этот аппарат лежит в руке. Поверьте, я много мобил поддержал, и я могу однозначно сказать, что лежит он 100% уверенно дешево. Вот прям, прям бюджетник у тебя в руке. Но то, что хорошо он лежит, этого не отменяет. То есть бюджетно, но хорошо. Отличимся немного от того, что внутри, и поговорим о том, что снаружи. И для начала давайте закроем уже вопрос дизайна. Ох, и много мнений я наслушался за последние три недели. Кого-то он приводит в восторг, кого-то в необъятный ужас. Но он трогает и он цепляет. Он доставляет о нем спорить, он сеет зерно побуждений и нарративов. Он кричит и громко заявляет о себе в толпе. Он другой. То есть однозначно можно сказать, что Карлу и команде нам действительно удалось тронуть деда. Прямо как они умеют. Причем сделать это снова и уже в третий раз. И причем в новом для себя бюджете. Их смартфон вызывает эмоции, плевать уже какую это дорогого стоит. Но мое мнение, оно что с первой минуты, что сейчас не изменилось. Это безвкусица, которая обрела надежду на жизнь только благодаря тому, что это так плохо, что даже хорошо. Ну а если знать историю этой концепции, то все сразу встанет на свои места. По сути это одна из версий того, как должно выглядеть Nothing Phone 1. Но в тот момент нам многим так не понравилось, что ее отмели. А спустя несколько лет дали шанс. Тем более зачем что-то придумывать, если уже все готовое есть. Я так чувствую. Но спорить не буду. Лежит в руке этот чертяга хорошо. Вот насколько к дизайну я предвзят, вот настолько же получил и продолжаю получать удовольствие от эргономики. Мне нравится им не только пользоваться, но и просто ощущать, просто лишний раз посмотреть уведомления, время, погоду. Это некого рода доза дофамина, редкая для такого бюджета. Не глянцевые плоские рамки, приятные по ощущениям вот этот пластик сзади. Я вот честно говоря даже не знаю, я такого никогда не ощущал. Удивительно неплохая развесовка, все хорошо. Но что за баг вот с этим самым пластиком, вот этого я так и не понял. Вот у меня белый, и отпечатков или грязи на нем не видно. Но как эта паскуда лепит на себя шерсть, вот это не передай. Я постоянно чущу его от волос, он как будто магнит. Просто положил на кровать, взял и они уже там. Ну а что, не буду продавать, буду использовать вот так вот вместо клейкой ленты. Почему нет? Хотя я бы так и сделал, если бы не последняя обнова. Вот она разделила мое использование фон 2 на вот прям до и после. Итак, пришло время вновь взглянуть, а что ты там себе Пашка привез за последние две недели. И если честно, ничего. Помните, я недавно рассказывал вам про великую китайскую распродажу на Алиэкспресс со скидками до 90%? Так вот, началась она 18 марта, тогда я сделал заказ, пока он еще не доехал. Жду. Но проблема в том, что если честно, я даже не подумал, чтобы на таких больших скидках еще и сэкономить. А ведь сам постоянно рассказываю вам о мегабонусе и о его вот таких, нет, вот таких размерах кэшбэка. Если кто еще не понял, вот эти цифры, это баблишка, которую ты возвращаешь назад. Мегабонус это то место, где любая скидка становится еще слаще. Я обычно как делаю? На тот же Алиэкспресс захожу через мегабонус, делаю заказ и возвращаю в среднем 5-6% от суммы. И что самое интересное, это совершенно бесплатно. Так мало того, что бесплатно, ты еще и как новый пользователь можешь на этом зарегистрацию заработать целый доллар. Какой красивый! Ну-ка шляпу сними, это же целый доллар! Зарегистрироваться до стыдного просто. Заходишь на сайт или в приложение, вводишь данные, нажимаешь кнопку и... и все. А там уже на главной странице мегабонуса увидишь более 3000 магазинов с повышенным кэшбэком. Выбираешь нужный и просто нажимаешь заветную кнопку «Активировать кэшбэк». Кстати, вот эта великая китайская распродажа, где я про... Упустил шанс, будет идти до 28 марта. Значит, кое-кто из вас, в отличие от меня, может действительно сэкономить вдвойне. Причем, понимаешь, все эти деньги, что вернутся с кэшбэка, можно совершенно без проблем вывести прямо на карту. В общем, к чему я это веду? Экономить, не покупая лишнее. Экономить, покупая дешевле. В описании ссылка на экране QR-код. Можно, конечно, найти приложение или сайт в поиске, но при переходе именно по этим ссылкам дополнительно тебе капнет доллар. А это уже по умолчанию больше, чем ноль. Надеюсь, тебе это было полезно. От души. Так, народ, возможно, у нас есть шанс на хорошую новость. Возможно, наша жизнь станет лучше и он не будет так тупить. Чтобы вы понимали, сладкий вкус изменений и решение немалого списка настоящих проблем на своих губах я начал ощущать сразу после перезагрузки. И первое, что бросилось в глаза, это интерфейс и в целом работа системы. Он просто перестал тупить. Вот хотите верьте, хотите нет. Вот был просто неопреодолимый коллапс. Кратко жопа. И вот щелк и все прошло. И его, его нет. Просто нормальная стабильная работа системы. Вот как и должно быть. Второе, это связь. Забегая вперед, скажу, что он не только стал увереннее держать, но и перестал отваливать сигнал. Ну и третье, это, это вибрация. Тут одним словом, и я подохренел. Ну нахрен, конечно, мои герои просто такую балду мощную засунули. Это захочешь, вот эту вибрацию вообще не пропустишь. Но будем откровенны. Тактильно полное говно. Я вам скажу, что такой мощи в этом бюджете я не ощущал ни у кого. Да, были варианты поприятнее, но мощнее точно нет. Он на меня смотрит. Мне стыдно его отчитывать даже. У Курского вокзала. Кстати, говоря о вибрации, сложно не затронуть тему уведомления, а за ней тему глифов. Визитные карточки любого NASA. Само собой, и 2A она не обошла. И тут я не хочу заострять внимание. Вы не слепы и без меня видите, что глифа 3. И единственное, что вам нужно понимать, это то, что у Phone 1 было 12 независимых зон подсветки. У Phone 2 33, а тут 26. То есть это сильно больше, чем в первом поколении, и немного меньше, чем во втором. Отчего реализовать функционал по типу отсчета времени, индикатора громкости, таймера и так далее, который в Phone 1 нельзя из-за нехватки этих независимых зон? Тут возможно. Это, собственно, они и сделали. В общем, функционал почти такой же, как во втором поколении. Возможно, для кого-то это важно. Правда, я как долгий владелец первого поколения, а я напоминаю, владел им в качестве основного чуть больше полугода. Скажу одно. Глифы эти за месяц, максимум за месяц, наскучивают и перестают иметь хоть какой-либо вес. Индикатор пропущенных уведомлений на лицевой стороне. Вот это было полезно. А это так. Элемент декора. А если я скажу, что Аня делает вид, что она сделала пиццу сама, но при этом забыл достать ее из покупной коробки, ты сильно расстраиваешься? Павел. Да. Я просто специально купила коробки. А, простите. Ладно, в следующем после вибрации, спустя обновление, меня удивила автономность. Она-то и до него была, знаете, вот с третьей ногой. А после, ну как говорят белорусы, захнулась до ехала. Слова-словами, конечно, но я вам лучше покажу. Так, это видео. Да, это видео. Доброе утро. Прекрасного выходного дня. 10.44. 100%. Nothing Phone 2. Начинаем тест автономности на реальном использовании. Все, поехали. Так, вечер добрый. У нас 23. 31. Остаток 43%. И сегодня мы его, конечно, гоняли хвосты в гриву. У нас все переносят настройки к самому низу. Видишь, чтобы для правшей было удобно. Я не знаю, вот как левши пользуются. Слушай, ну, наверное, левшам... Хотя... Хотя левшам тоже, наверное, удобно. Вот. Нет, нет. Тяжело дотягиваться, на самом деле. Так, а за сегодня? Ух. 7 часов 7 минут. Ну, я горел. Сегодня мы его и хвосты в гриву. И с этим всем делом идем спать. Посмотрим, что у нас будет за ночь. Вроде после обновления он, конечно, намного лучше держит, чем было до. Хорошо, что я начал тест автономности до. Точнее, после обновления. Всем доброе утро. Ой, персик. Котик, как мне... Ах, хотел бы сесть. Ну, ладно, постою. Ну, что, ну, время 7.08. Можно забросить про литой плодей. Сука, кто смотрел прошлые видео, сейчас поражет. Так, 41%. Получается, минус 2% за ночь за 8. Слушай, это хорошо. За 8 часов ожидания минус 2. А ты молодец. Я пока... Слушайте, у нас тут время уже, да, вечер. 4.46. 4% остаток. Ну, то есть, мы заканчиваем. Я обратил внимание, что у меня за сегодня... 76 уведомлений. Я такой думаю, блин, да когда у меня такое было 76 уведомлений? Потом обращаем внимание. Четверг. 248. Потом 168. Потом 128. И сейчас 76. У меня просто, видишь, моя... Заинтересованность в моей прессоне идет на спарт. Вообще, что я хотел показать? Еще сегодня 5 часов 28 минут. Сегодня воскресенье. Как бы выходной. Поэтому TikTok, Telegram. Все, ребят. TikTok, Telegram и что-то немножечко другое. Никто не заводил, никто... Ну... Вы что, сами понимаете, что такое воскресенье. Ну, и результат у нас это год. Ну, если там почти восемь, здесь пять с половиной. У меня математик всегда хреновый, но это 13 часов. Это очень круто. Да, автономность действительно хороша. И это еще учитывая работу глифов на каждое уведомление. И на каждое поднятие трубки. Да, я себе настроил, чтобы она брончала каждый раз, когда я кладу смартфон. Но не суть. В этой истории есть как большой плюс, так и небольшой минус. Если время работает а плюс, то зарядка, это не то, что минус. Отскори вопрос. Сколько? Вот сколько ему нужно времени, чтобы зарядиться? Да, он поддерживает свои 45 ватт. Факт. Но где взять тот блок, который выдаст максимально равноправный результат? В комплекте я напоминаю, нихрена нет. А из тех, что я пробовал, у меня там блоки от Huawei, Realmeatone. Вообще все выдают максимально разный результат. Одними заряжал час 48 минут, вторым 2.25, а третий вообще отказался заряжать. Короче, все эти отказы от блоков порождают только хаос и недопонимание. Одни вроде отказываются, а другие при этом наращивают производство. Блоков на планете меньше не становится, и единственные, кто в этом проиграл, то мы с вами. Одни экономят на логистике, вторые зарабатывают больше. А мы? А мы просто идем в жопу. Вот знаете, что по-настоящему забавно? Это его сердце Mediatek 7200, внимание, бро. Что забавного спросите вы? Ну, вот давайте, следите за руками. В начале февраля 2023 года Mediatek анонсирует и представляет 7200. Чуть позже к ним приходит Xiaomi и говорит, слушайте, а давайте мы сделаем вместе с вами вот чипсет, такой, чтобы был только у нас, только в нашем смартфоне, и чтобы мы могли сказать, что он идеально оптимизирован конкретно под наш, ну, под наш трубку. Mediatek сказали, давай, и сделали 7200 Ultra. Потом, уже в начале 2024, то же самое захотели сделать и Nothing. И получился 7200 Pro. Еще один эксклюзив, только не для Xiaomi, а для Nothing. Но самое интересное в этом всем, что 7200, что 7200 Ultra, что 7200 Pro, это один и тот же чипсет, который не отличается вообще ничем, кроме вот названия и даты выхода. И единственное, в чем нас убеждают, это в лучшей оптимизации конкретного чипа с конкретным смартфоном. То есть характеристику, которую ни визуализировать, ни сравнить мы тупо не можем. И тут вопрос исключительно веры. Хорошо, давайте опираться на веру и факты и презумпцию невиновности. Вопрос. Почему не были использованы максимально допустимые этим чипсетом типы памяти? Nothing все-таки не конвейер. Ладно, у Xiaomi там понятно, но тут-то один смартфон – лицо сегмента, лицо бренда. Чипсы дают возможность поставить постоянную UFS 3.1 и оперативку L5DR5. Это далеко не лучшие, не новые типы памяти в принципе. Но нет же, они, судя по прогонам, что я делал, поставили UFS 2.2 и L5DR4X. Я хоть в B не понимаю почему. Ну ладно, и при этом же есть полярная ситуация. Смартфоны работают, особенно после обновления, расчетливо и в меру быстро. В целом это, конечно, типично для своего бюджета. Но одно нетипичное отличие все же есть. Он не нагревается. Я реально прихерел. Меня сейчас, чтобы вы понимали, клеймануло минут на 15-20 в размышлениях. Я смотрю на его дисплей, тихо, и думаю, слушай, а так он мне нравится. То есть я вот до этого несколько дней даже внимания не обращал, а сейчас такой, блин, и цвета, и оттенки, и яркость. Очень все хорошо. Но смотрел следующий второй вопрос. А за какой бюджет вот это вот хорошо? За то, что в Европе по минималке? Или за то, что здесь я его купил 440 долларов? Или вот недавно пост в Телеге делал, у некоторых он в версии 256 500 баксов. За пять сотен даже не то, что дисплей говорить не нужно, в целом об этом смартфоне это бессмысленно. Но чтобы вы понимали, его дисплей это фактически дисплей фон 2, который на голову выше и дороже этого сегмента. Это глубина цвета 10 бит, и плотность пикселей 394 ppi, и поддержка динамической частоты в пределах от 30 до 120 герц. Кстати, отдельное спасибо за возможность поставить статичные 120 герц. Почему-то некоторые эту возможность игнорируют. Кхм, Samsung. Единственное, чем этот дисплей отличается от того же фон 2, это пиковая яркость. У малыша, конечно, пониже, но при этом я не сказал бы, что мне его не хватает. Причем у меня же тут солнце палящее круглый год, и под ним вопросов на максимальной яркости не возникает. В целом вопросов не возникает и к сканеру распечатка. Он, конечно, туповатый, но безотказный. Да и датчик приближения тоже не чудит. Но вопросы у меня есть к звуку и к микрофону. Тут сказать особо нечего. Звук, как по мне, дерьмо. Глухой и бедный. А микрофон просто забыл понятие главного объекта и вторичного. В разговоре иногда шум машин слышен на том же уровне, что и голос, а на записи птицы вдалеке громче, чем мой ор. Я вроде в последнем нове видел пунктик на этот счет, но что-то с первой попытки, видимо, не удалось. Карл, мы попробовали, теперь твой ход. Мия, я, конечно, не хочу беспокоить твой сон. Опа. Да ты что, охуел? О, удивлена, да? Так вот я и умею. Вот такой я, дурак. Что поделаешь? Вот смотрите. Судя по всему повествованию моей прожитой недели и по моему впечатлению, явно ни у кого не закрывалась мысль, что я так влюблен в аппарат, что буду прикрывать его тылы, буду скрывать косяки, недоговаривать, ну там искать отмазки или скрывать явные болячки. Факт. И надеюсь, это и правда так. Но что касается камеры, тут я кажется в своих ощущениях одинок. Я просто посмотрел несколько мнений людей с инфопространства, кто также пользовался 2А, и был удивлен вылитыми ведрами негатива в сторону фото потенциала этой булочки. Я не могу назвать его чем-то потрясающим, что рвет шаблон или выделяет на фоне остальных, но сказать, что это какой-то чудо-провал тоже не могу. Давайте по порядку, чтобы было понятно. Во-первых, его основной модуль это самсунговский GN9, модуль, которого кроме 2А больше нет нигде. Так что сравнивать-то и особо не с чем. Но есть хорошая новость. У него достаточно неплохой размер пикселя и есть оптическая стабилизация, что уже заявочка на какой-никакой потенциал. Вопрос в том, что ребята наколдовали с алгоритмами, и как все это работает в связке с остальными компонентами смартфона. И начнем с хороших новостей. Первое. В целом, что при дневном, что при искусственном освещении, малыш 2, дает достаточно большое количество деталей, вполне реальную человеческую достопередачу, ну, без попыток блевнуть радугой и шлейфом от пони, и достаточный динамический диапазон. Ну и у картинки есть, знаете, вот свой живой потенциал. На нее реально приятно смотреть. Второе. Мне искренне понравился его ночной режим. Там он и высветляет без переборов, и резкость из нашей реальности, все как надо и где надо. Правда, только когда в видимой области есть источник света. Если же их нет, получается просто шумная каша, а не фото. Но это в целом фантастика, который на моей памяти в среднем бюджете смог победить только один смартфон. Realme 8 Pro. Ну, в свое время было хорошо. Ну, что ж, раз в год и палка стреляет. Ну да ладно, есть ведь и плохие новости. Их мы тоже не обойдем стороной. Во-первых, аппарат реально перебарщивает с контрастностью. Во-вторых, перебарщивает с автоэкспозицией. Добрая часть снимков, что вы смотрите, была сделана с ручным понижением. Ну, это когда пальчиком тапаешь по экрану и опускаешь ползунок. Какой-где, кстати, этот ползунок опускался прямо в пол. Можно было бы ниже, я бы еще ниже опустил. Ах, ну и, наверное, важно будет сказать то, что все фото сделаны в HDR. Без HDR пробовал, но при искусственном освещении получались чуть менее насыщенные цвета и троху поменьше деталей в тенях. Поэтому, ну, отрубать его тупо не вижу смысла. Помогает все же. Что касается приближения, тут оно гибридное и дерьмовое. С одной стороны, вопрос прямых рук – факт. А с другой, как ни крути до тошноты, перебор контурной резкости и явный спад детализации. Хотя не уверен, что в его бюджете без телевика этот разговор вообще актуален. Еще я, как бывший владелец PhoneOne, заметил, что в 2А немного поменяли алгоритм насыщенности. Они перебегнули к запрещенному приему под названием «Искусственное высветление». Частично это та самая проблема повышенной экспозиции, ну, там, хотя бы ясно, как решить. А частично это работа уже постобработки, где на экране перед просмотром ты заранее не видишь результат. И вот тут, конечно, хотелось бы видеть что-то из нашего мира. Хотя вряд ли потенциальным владельцам 2А вообще-то надо. Для них главное, чтобы фоткал нормально, а фоткает он нормально. Не лучше в своем бюджете, ну и вам, я вам скажу, далеко не стыдно. А если все-таки кому-то интересно, расскажу еще немного о косяках. Вот, к примеру, обратите внимание на фокусное расстояние и программное размытие. Не сказать, что бы совсем аккуратно, но зачатки чего-то отдаленного от реальной физики в этом есть. А, кстати, что касается программного размытия. Слышал, многие жаловались. Я аж с таким проблемами не столкнулся. Максимум есть вот такая фигня – заживет край объекта, или вот не увидит программа чуть-чуть дальнюю плоскость. Ну, в данном случае это ухо. Но такой жести, что мне скидывали, я точно не видел. Ну и по видео. В целом, приятная картинка, но с пересветом вообще не справляется. Это какой-то ужас. Вот на этом примере я даже фокус по тапу на пересвет делаю, а ему хоть бы хны. Но в остальном меня устроило. Особенно продавил итог при 1080-60 кадрах. Картинка плавная, оберцание, не отличных дерганий нет. Все в приятном реалистичном цвете. Когда все это работает, пока перед тобой, что правильно, нет пересвеченного участка. Вот еще пример. Опять же, ни тапом ничем не устранить. Пока Аня мне экспозицию в тапки не опустила, результата я не добился. Краткий вывод. Если берете смартфон не ради камеры, этих возможностей вам хватит за глаза. Если берете ради камеры, то кажется, смотря на фон 2, ну вы прям сильно заблуждали и сбились с пути. Вам как бы это сказать, ну совсем в другую сторону. Ригналы фото я залил на диск. Ссылочку оставил в описании. Скачивайте, сравнивайте, делитесь, унижайте, топчете, смейтесь, восхваляйте, делайте с ними что хотите. А мы тем временем подходим к концу нашей недели. Так, буквально спустя 2-2,5 дня я хочу поделиться тем, что поменялось с приходом уведомления. Потому что оно сильно заметно. Во-первых, вибрация сильно так поднялась мощно. Что само вибрация на время звонка, уведомлений или просто тактильная дача. Это сразу заметно. Второе, что самое главное, в принципе, для всех он перестал тупить. Он просто перестал тупить вообще и в системе, и везде. Он все присрачные приложения тупил. Там камера тупил, везде тупил. Сейчас я этого совершенно не замечаю. То есть явно поработали. Ну и третье, самое главное, самое интересное, что произошло, это автономность. Она сильно поднялась. Знаете, я думаю, что категорический страх экспериментировать в дизайне покупил не одну компанию. Поэтому к этому у меня вопросов нет. Хотя выглядит он, мягко говоря, несерьезно. Ну, я не могу представить вот такой смартфон в руках у работяги. Ну, не могу. Проблематично. Но это все лирика. Вот если по-человечески, вот стоит ли оно того? Знаете, я обожаю творения Карлопея и его команды. Скрывать не буду. На случай с Nafton Phone 2 не понимаю, почему я должен выбрать за те деньги, что за него просят не в Европе, а у нас. Именно его. Потрясная автономность и безумно мощная вибрация. Все. На этом преимущества заканчиваются. И черт с ней с этой ремонтопригодностью, о которой все так говорят. Запчастей нет и на пиксели, но людям на это все равно. Их это мало волнует. Тут дело в другом. Если не брать дизайн, в который кто-то может просто вот тупо влюбиться, то это средняя камера, где за его бюджет есть лучше. Это средняя производительность, где за его бюджет хватает вариантов мощнее. И это дерьмовый звук, который в целом оказался для меня вот неприятным сюрпризом. Через месяца 4-5 сильно опустится цена. Сильно опустится. Вот тогда и поговорим. А пока хорошим выбором его назвать сложно. Хотя, вы же понимаете, что все это, это лишь моя история. А о этом, это мое мнение. А вы, вы никого не слушаете. Ни меня, ни еще кого-то на этой платформе. Максимум прислушивайтесь. А мнение у вас должно быть только одно. Свое. Свое. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Камеру вырубай на... Субтитры создавал DimaTorzok